Принято считать, что для достижения больших результатов в спорте нужно начать заниматься в раннем детстве. Судя по всему, такое же мнение было и у Бывайсара Петергораева, когда он отдавал своего пятилетнего сына Зураба в секцию кикбоксинга. Мальчишка, который еще даже четко разговаривать не научился, уже вовсю тренировался в спортзале со своими старшими товарищами. Пять лет меня отец провел в секцию кикбоксинга в ГГНТУ. И там я где-то прозанимался около полугода. Это было в 93-м году. Тогда я еще провел свои первые соревнования. Потом, как известно, началась война, после военного действия. Меня отец также сразу отдал в секцию вольной борьбы. Потом я где-то там, там тоже у меня есть какие-то призовые места по вольной борьбе. Там я занимался с 97-го года по 99-й год. Опять же, началась война. У меня, короче, не получилось дальше тренироваться. Потом в 2000 году, по-моему, мы переехали из военных действий. Мы переехали в Слепцовск, в Ингушетию. Не успели мы туда переехать. Мы сегодня туда приехали, а отец мой, короче, на следующий день меня отвел тоже на секцию. Там была только секция классической борьбы. Он мне отдал на секцию классическую. На второй же день, как мы в Слепцовск приехали. Вот там я тоже занимался около полгода. Потом мы приехали домой. Много лет Зураб переходил из одного вида единоборств в другой. И практически в каждой дисциплине у него были неплохие результаты. Он побеждал на первенствах России по кикбоксингу и рукопашному бою. Становился чемпионом ЮФО по боксу и чемпионом Восточной Европы по японскому виду джиу-джитсу. А также серебряным призером Юга России по самбо. Во всех этих дисциплинах Зураб удостоился звания мастера спорта. В 2010 году я поехал на чемпионат России по боксу. Там я проиграл на чемпионате России по боксу. И в боксе дела уже не так уже шли. Не знаю, куда не поедешь, заслуживали. Это уже надоедало на чемпионат России, на всех международных турнирах. А постоянно заслуживать у Яшелыча это не шло. Потом в 2011 году я перешел в Беркут. Перешел потому, что там тренировал Хаваш. В Беркуте тогда был тренером Хаваш Хацеева. В 2011 году я поехал на юг России по боевому самбо. Там я занял третье место и выполнил тоже мастера спорта по боевому самбо. После этого у меня был бой по К1. Также я выступал за Куб Беркут. Профессиональный бой уже К1. Выиграл ИРСССР. Я выиграл этот бой. Потом следующий бой у меня тоже также за Беркут был в 2013 году. Была битва Fight Night с Грозным. Там у меня была ничья с Евгением Зуевым. Сначала Беркут, потом я сейчас буквально в 2014 году. Я перешел в Куб Ахмат. У Зураба есть младший брат Зелимхан. Он на 8 лет его моложе и так же, как и Зураб, пришел в зал, еще будучи совсем ребенком. Зелиму было 2 года или 3 года, я не помню. Я в первый раз его зал повел со собой. Потом там ему понравилось тоже, да. И ух, короче, в 2001 году мы занимались каратэ. Ну, недолго занимались. Брат сыграл в моей жизни огромную роль. Он с детства таскает меня за собой, водит на тренировки. Первый раз я пошел с ним на тренировки. Был самым маленьким спортсменом в этом клубе. И брат все время поддерживает меня. Эти съемки сделаны в 93-м году. Тогда Зурабу было всего 6 лет. Он выступал на соревнованиях по кикбоксингу. И вряд ли кто-то, наверное, тогда даже задумывался, что этот мальчишка в будущем станет одной из главных звезд чеченского ММА. Отец братьев Бетельгараевых сам бывший спортсмен. Он занимался боксом, а потом и на профессиональном уровне играл в футбол. Поэтому не понаслышке знал, что нужно спортсмену для достижения больших результатов. Сыновьям он спуску не давал. Буайсар всегда строго следил за тем, как они тренируются, едят и отдыхают. Каждый день он будил меня, нас с братом, в 6 часов утра. Заставлял бегать на турнике, отжиматься и так далее. И сначала было какое-то отвращение, но потом как бы со временем привелась любовь к спорту. Теперь как бы не могу даже в неделю прожить без спорта, без тренировок. Где бы я ни был, что бы я ни делал, на первом месте был спорт для нас, зелимом. Потому что отец мне привел любовь к спорту. Конечно, когда я был маленьким, мне хотелось поиграться на улице с детьми. Так как я постоянно тренируюсь, дети играются на улице. Отец был очень строгим. Бьюсон, уже у меня, как же мама, в 5 часов я должен был дома быть. Потом спорту меня привел любовь отец. А трудолюбие, которое у меня есть, это моя мать, мама тоже очень большую роль сыграла в мире, в моем спорте. В смешанных единоборствах Зураб дебютировал в 2013 году на турнире Fight Nights в Грозном. Это был один из первых крупных турниров столицы Чеченской Республики. Именно в рамках того ивента Абдул-Керим Эдилов завоевал пояс чемпиона организации. Зураб был в числе тех, кто открывал теперь уже знаменитый Грозненский Колизей. Тогда в рамках турнира ACB-10 первым же раунде он победил Архана Мамедова. Затем был признанный несостоявшимся бой с Рустамом Хасановым на М1 Челлендж 52. Менее чем через месяц Зураб выиграл у Бабура Хабибулаева. И примерно в это же время он перешел из Беркутов только что созданный бойцовский клуб «Ахмат». Такая поддержка, которой не было никогда у нас в республике, которую оказывает нам наш глава республика Раджан Ахматович. И президент клуба «Ахмат» Абузаидис Мурадов с такой поддержкой. Тебе ничего не трудно, когда все есть, тебе просто остается трудиться, тренироваться и выигрывать. Руководство клуба «Ахмат» создало и собственную лигу под названием WFCA. И именно под эгидой этой организации стали проводиться грандиозные турниры из серии «Грозная битва». Именно здесь Зураб провел свои последние бои. Бой с хорватом Лука Желчич был. До этого боя у меня было воспаление носовой перегородки. У меня был нос опухший. Еще у меня там была операция, имплантант там был внутри. Я дышать не мог нормально. А Лука во время боя у меня, у нас был жесткий бой, наверное, помнишь? Он меня ударил снизу пяткой по носу. И из-за этого у меня все лицо опухло. Еще нос вообще не дышал. Во время боя я через рот дышал. Еще у меня от удара коленом вот это ухо порвалось. Сильное рассечение было. Мне кажется, самый трудный бой это был с ним. Потому что он был хороший такой боец тоже. Бой был с аргентинцем Банавери. Эстебан Банавери. Какие у тебя в голове мысли были, когда человек не падал после такого града мощного петара? Короче, мне до этого меняли вот эти бойцов. Постоянно меняли. И в последнюю очередь поставили Эстебана Банавери. Он был в хорошем рейтинге, на хорошем месте стоял. А я далеко позади него был в мировом рейтинге. Настроился я на этот бой очень хорошо. И во время боя начался первый раунд. Я не знаю, как-то удачно я попал в левый боковой. Правый живот, в левый боковой попал. Он немножко пошатался, поплыл. Я его начал добивать. Я его добиваю, добиваю. Даже вот эта кость у меня до сих пор такой большой стала. Его колорица, окна кажешь. Я его добиваю, он, короче, не падает. В первом раунде я постарался его закончить, бой досрочно. Досрочно человек окажет свой бой. Уже во втором раунде, я в первом раунде немножко выложился. Потом я думаю, если он не падает, зачем мне с ним... Тогда я поменяю план на бой, поменяю свою тактику. Я начал вторым номером как бы работать с ним. Более тактично вызывать его на себя, бить, обманывать как-то. Банавери был хорошим тоже соперником. Крепкая голова у него была. В рамках второй грозной битвы свой первый профессиональный бой провел и Зелимхан Бетергараев. Ему противостоял спортсмен из Азербайджана Руслан Абасов. Зелимхан Бетергараев Зелимхан Бетергараев Это вообще страшный умду. Когда у меня коленки дрожали, когда я говорю, что у меня коленки дрожали. Был еще его сердце, уже волноваться держишь, да? Вообще, те, кто там был, наверное, тоже это подтвердят. Я очень сильно волновался. За себя ты не волнуешься, когда брат, он же так же. Проще уходить самому, чем смотреть за боем брата. Это просто не описать словами, волнение. Как говорит брат, все тело дрожит. Сейчас братья начали подготовку к своим очередным стартам. Зелимхану предстоит выступить на Грозной битве 11 Азурабу в рамках 12 турнира организации. Готовятся они традиционно вместе в одном зале на базе своего клуба. Грозная битва 12. Какие у вас есть? Отдохнул я довольно хорошо. День 25 я уже отдыхаю. Вот недавно начал только тренироваться. Сейчас у нас новая задача. В декабре месяце, в конце декабря, у нас намечается грандиозный турнир. Грозная битва 12. Там будут хорошие соперники. Сейчас пока у нас начальная подготовка. Втягиваемся в тренировочный процесс. А потом ставки, акценты. Будем более, когда узнаем соперник, кто соперник. И будем под него готовиться. Соперник пока неизвестен, поэтому готовимся под каждого. Будем борец, боксер и тэквондист. Брат мне с детства помогает. Показывает, как правильно, что где. Перед турниром тоже всегда со мной рядом. Зураб проиграл свой последний бой. Поэтому сейчас он полон решимости реваншироваться за ту неудачу. А еще в начале следующего года стартует гран-при «Ахмат». Именно пояс организации WFC и является главной целью для братьев Бетергораевых. Цель сейчас одна. В следующем году у нас будет пояс «Ахмат». Гран-при «Ахмат». Сейчас моя главная цель выиграть этот пояс. Потому что, как нам сказали уже Рамзан Ахматович, пояс «Ахмат» будет намного ценнее, дороже и авторитетнее даже UFC. Поэтому я хочу выиграть сейчас. Главная моя цель сейчас выиграть пояс «Ахмат». Отец Бетергораевых давно не смотрит бои своих сыновей вживую. Слишком уж сильно он волнуется. Однако при этом от задач быть лучшими в своем деле Зураба из Елемхана он не освобождал. И будет здорово, если на один из дней рождения отца братья подарят ему чемпионские пояса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова